Мурманск Мурманск На дорогах в Мурманске 18 переездов. Асфальт в районе путей разбивается быстро. Ремонтировать их согласно федеральному закону должны собственники или арендаторы. Но те, кто несут за это ответственность, не торопятся. Так, 7 переездов попали под особый контроль руководства города. Вот что по ним сейчас? Значит, что касается трех переездов РЖД. Один переезд РЖД сделан. По двум, хотя у них в протоколе, да, как по всем остальным был срок 1 июня, они попросили отсрочку. Они должны были сделать до 1 июня. Но сейчас все брошены на устранение размытия под мостом. Вы прекрасно это знаете. И мы понимаем, что сейчас приоритет там, чтобы возобновить железнодорожное движение в сторону Мурманса. В списке проблемных числится и переезд на Подгорной 136. Они обещали сделать до 1 июня. Своими силами не сделали. Мы им, естественно, выписали штраф. Дальше будем пытаться наказывать. Но мы вот этот переезд, как вы видите сейчас, заканчиваем делать силами управления дорожного хозяйства. Это неправильно, да? Но поскольку здесь ситуация была вот на Подгорной самая тревожная, я сам много раз здесь вот ямы объезжал, мы приняли решение самим устранить ямы, которые здесь есть. И практически все уже сделали. Сегодня до конца суток закончили. Эти работы – временная мера по устранению дефектов покрытия в границах железнодорожного переезда. Далее, согласно договору между Управлением дорожного хозяйства и Первым Мурманским терминалом, до середины июля будет выполнен капитальный ремонт этого участка. Стоит растать снегу и выйти первому солнышку, как тут же приходит пора уборки города от песка, который честно отслужил зимой. Теперь его нужно собрать, отсортировать и приготовить к следующей зиме. Максимум пойдет во вторичный хозяйственный оборот. До 1 июля мы должны наши улицы очистить от песка. Сейчас идем с небольшим опережением, несмотря на то, что от снега мы освободились достаточно поздно. Вот на сегодняшние сутки примерно 48% песка вывезено, по нашей оценке. Оценить объемы песка в этом году действительно непросто. Сыпали его в связи с частыми и обильными осадками много, а как потеплело, часть унес с собой паводок. Что-то вывезли вместе со снегом. Ночью несколько камазов песка, днем несколько камазов песка вывозится с улиц города. Напомню, что у нас работают пылесосы и наши собственные Мурманского морского торгового порта. Спасибо нашим партнерам за поддержку, которую мы имеем каждую весну. Результаты масштабной уборки видят и сами горожане. Очень радостно, что у нас на улицах очень чисто. В центре просто радуют глаз чистенькие, без песка улицы. В лицо ничего не летит. И вообще очень замечательно, как-то очень летнее настроение создает чистота и порядок в нашем городе. В этом году город заметно чище. Песка гораздо меньше, чем в прошлом году. Мусора, соответственно, тоже меньше. Заметно, что уборка идет. И этот год, как вы считаете, в Мурманске стало чище по сравнению с прошлым годом? Да, чище намного. По крайней мере, чище в этом году, намного чище стало. Итоги работы каждого дня, в том числе в цифрах, публикуются на официальном сайте городской администрации. Масштабные работы развернулись и в одном из дворов на улице Героев Рыбачева. За лето рабочие должны не просто отремонтировать, но и благоустроить эту придомовую территорию. Уже выполнены все демонтажные работы. Здесь у нас не минимальные перечни работы, я подчеркну. Здесь у нас идет и асфальтирование, специальный ремонт асфальтового покрытия, и три автостоянки, и ремонт контейнерной площадки. И рядом со старой детской площадкой новая спортивная площадка, и девять опор освещения новых. Этот двор расположен скобой, и дома обслуживают три управляющие компании. Они в разное время подали заявки на участие в программе «Комфортная городская среда», и поэтому ремонт в этом году проводится только в половине двора. Оставшаяся часть будет сделана в 2021-м. Очень много случаев у нас в городе, когда собственники вот таких больших скоб, а скобы это у нас основной вид застройки города, они объединяются, независимо от того, какие у них управляющие компании, какие у них адреса, и тогда двор, естественно, выполняется, ну, будем говорить так, совместно. По словам местных жителей, такого масштабного ремонта здесь не было лет 20. И, конечно, они очень довольны тем, что скоро двор обновят. Все собственники рады, ждали это, потому что двор не ухожен, тротуарная дорожка вся такая покоребанная, дорога вся в ямах, в Рытвинах, колодцы, когда я стала узнавать, не колодцы, по ремонту только одной дороги, это надо было вложить 400-450 тысяч. Где у нас такие деньги? Пенсионеры, ну, малоимущие. 99 семей. Очень сложно решать финансовый вопрос. Всего по программе формирования комфортной городской среды за три года благоустроены 33 двора. В 2020 году запланирован ремонт еще в 10. Теплая погода позволила начать летнюю ремонтную кампанию в образовательных учреждениях раньше привычного срока. Например, в 27-й Мурманской школе, единственной в городе, где есть собственный бассейн, приступили к ремонту чаши. Понятно, что бассейн – это дело непростое. С одной стороны, это, так скажем, любимое место для занятий физкультурой детей, а с другой стороны, конечно, это большая нагрузка на хозяйственную часть школы. Понятно, что за ним нужно следить, понятно, что нужно сдавать санитарные нормы и требования, понятно, что это дополнительные расходы на химические реагенты и обслуживание техники. В прошлом году в образовательном учреждении обновили спортзал и раздевалки, заменили полы в рекреациях на третьем и четвертом этажах. На пришкольной территории построена современная детская площадка для младших школьников и огромный современный спортивный стадион. Работы по благоустройству на этом не закончатся. Я сейчас дал поручение, чтобы предусмотреть в бюджете на следующий год ремонт раздевалок душевых, которые примыкают к бассейну, это тоже очень важно. И также посмотреть, что нужно сделать по вентиляции этого бассейна. Есть и другие хорошие новости. В городе продолжат ремонты подъездных путей к образовательным учреждениям. Глава администрации Евгений Никора обратил внимание, что дорога к этой школе тоже нуждается в ремонте. Только что принято на межуинственной комиссии под председателем губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса решение о подобрении нового регионального проекта «Наш Мурманск» до 2030 года. И вот в этом проекте отдельно есть вопросы, связанные с проездом к образовательным учреждениям. У города Мурманска давно существует такая программа, но в рамках реализации нового регионального проекта мы рассчитываем на дополнительные средства, дополнительные финансированные заблокационные бюджеты. Ремонты в этом году пройдут в большинстве школ и детских садов Мурманска. В списке обновления кровели, фасадов, замена электросетей, системы отопления и водоснабжения, реконструкция ждет ряд стадионов и спортивных площадок. Из-за пандемии всем общеобразовательным учреждениям пришлось перейти на дистанционное обучение. Именно тогда родители смогли прочувствовать, насколько непросто быть педагогом даже для одного ребенка. Произошла в какой-то степени переоценка ценностей, потому что действительно мы поняли, где мы находимся на самом деле. И самое главное – это в результате усиления роли учителя. Оценили работы наших педагогов и на федеральном уровне. Мурманские академические и политехнические лицеи вошли в число лучших школ России. По словам Татьяны Шовской, такой успех стал возможен благодаря системному подходу к образовательному процессу. Это не только реализация программ, удивленное изучением по соответствующим предметам. Это, конечно, уникальная созданная в нашем городе Мурманск муниципальная система дополнительного образования, где ребенок имеет возможность попробовать профессию, свою будущую, соприкоснуться с ней. На достигнутом руководителе общеобразовательных школ останавливаться не намерены. Так, например, в Мурманском академическом лицее может появиться профильный класс, в котором будут обучаться старшеклассники, планирующие связать свою жизнь с гражданской авиацией. Такие начинания на уровне администрации готовы поддержать. Отмечая заслуги образовательных учреждений, которые достойно представили Мурманск на региональном и федеральном уровнях, глава администрации областного центра Евгений Никора выразил уверенность, что и в дальнейшем школы Заполярья смогут составлять серьезную конкуренцию. Депутаты Совета депутатов Мурманска присоединились к всероссийской акции «Помоги учиться дома». Семьям, у которых не хватает средств на приобретение компьютерной техники, для дистанционного обучения детей теперь оказывается реальная поддержка. Двойняшки Валерия и Максим учатся в третьем классе. В полном объеме выполнять учебный план им было сложно. В семье Житковых из гаджетов только мамин телефон. И детям приходилось с ним делать уроки. Теперь с помощью нового планшета они смогут учиться полноценно. Было тяжело с моего телефона. Вот это все и зрение падает, и потому что реально тяжело. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы дети сами занимались. Потому что я им, конечно, и помогала, и все. Но тяжеловатесто и мне тоже. Уже три мурманские семьи получили необходимые для дистанционного обучения во время пандемии планшетные компьютеры. И эта акция будет продолжена. Так складывается жизнь, что вот, допустим, в этой ситуации мама одна, двое детей. Ну, кто поможет, конечно. Сейчас тем более, когда идет это дистанционное обучение, вот это приобретение таких гаджетов, это просто жизненно необходимо. Поэтому, конечно же, такая акция очень важна для того, чтобы оказать вот такую вот поддержку, особенно малообеспеченным семьям. Чтобы присоединиться к акции, помочь детям, нужно оставить заявку на портале проекта «Помоги учиться дома», а также откликнуться на имеющиеся заявки и оказать поддержку. Тем, кто не уедет из Мурманска, этим летом будет чем заняться и на что посмотреть. В городе пришла пора открывать сезон фонтанов. Первыми после зимней спячки их запустили в скверах на улицах Зуи Космодельнянской и Ленинградской. После зимы необходимо проверить их состояние. По словам специалистов, некоторые конструкции имеют небольшие, но не критические недочеты, которые быстро исправят и запустят процесс в полном объеме. Что касается фонтанов в озерах Семеновском и Губоком, то их включат чуть позже. Но до 15 июня все конструкции запустят. Самое главное, чтобы люди берегли гидросооружение. Мы не запрещаем ручку опустить в воду, но самое главное, чтобы не было у нас, как раньше, фэри. Кому-то интересно что-то скрутить. Вот этого лишь бы не делать, мусор не бросать. Даже если что-то попало, там копеечки, люди некоторые кидают, чтобы вернуться там. Если кто в гости приезжает, кину копеечку, чтобы вернуться. Некоторые за этой копеечкой потом начинают лазить там. Соответственно, главное, чтобы не поломать это оборудование. Это мы делаем все для наших горожан, для гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова